Устраняем проблемы с кистями рук Неприятные ощущения в лучезапясных суставах могут возникнуть в практически любом упражнении Но наиболее распространенными в этом плане являются жим-лёжа и его аналоги Приседания со штангой на спине, сгибания и разгибания рук В перечисленных упражнениях кисть, запястье и предплечье испытывают максимальную для себя нагрузку Непосредственно участвуя в динамике всего движения Чтобы минимизировать нагрузку на лучезапясный сустав Необходимо выбирать во всех упражнениях удобное положение для захвата снаряда В первую очередь это касается положения большого пальца в замок или вместе с указательным пальцем Смена одного типа хвата на другой может снять ощущение возникающего дискомфорта Но отказываясь от хвата в замок следует оценить безопасность упражнения Например, в жиме лёжа штанга может внезапно сорваться вниз, упасть на ребра Травмы в этом случае могут быть предельно серьёзными От сложного перелома ребер до разрыва внутренних жизненно важных органов В остальных упражнениях риска в связи с переходом на новый тип хвата может и не быть При невозможности сменить тип хвата Можно поэкспериментировать с манерой удержания веса в руках в том или ином упражнении В том же жиме лёжа с захватом в замок Можно обратить внимание на прямую линию, соединяющую воедино кисть, запястье и предплечье При этом можно отследить положение хвата при вращении этой линии вдоль своей оси В результате таких поисков можно найти наиболее удобное для себя положение Подобные замечания прекрасно подойдут и к другим упражнениям, где проявляется дискомфорт в лучезапястном суставе Выполняя приседания со штангой на спине, можно также травмировать запястье Во время подхода штанга постепенно соскальзывает вниз И основная нагрузка по её удержанию на спине переносится на предплечье В идеальной технике предплечье в запястье во время приседания должны быть выпрямлены Если же поддержание такого положения предплечья во время всего прохода вызывает проблемы То стоит посвятить некоторое время растяжке в плечевых суставах, полностью имитирующие положение рук во время приседа При использовании рекордных весов в приседаниях, на тренировках, а также на соревнованиях Применяют так называемые напульсники, надеваемые жестким корсетом прямо на запястье Изготавливаются напульсники из натуральной кожи, а также из эластичных бинтов стандартной длины в 50 см Общие рекомендации по их применению те же, что и при бинтовании коленных и локтевых суставов При выполнении сгибания рук с тяжелой штангой нередко возникают болезненные ощущения в гостях предплечий Иногда не проходящие по несколько дней Не успевая восстанавливаться, организм отвечает воспалением надкостницы, соединительной пленки, окружающей кости снаружи В этом случае нужно дать отдых предплечьем в несколько дней Впоследствии снизить веса в упражнениях на руки для предотвращения неприятных ощущений в предплечьях В самом конце подхода, особенно в сгибаниях рук с прямым грифом, следует разжимать хват, не торопясь и постепенно Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!